Стихи одолели Милый друг, легенду я слыхал. Пали с плеч подвижника Вериги. И подвижник мертвый пал, и подвижник мертвый. В последнее время мне все представляются степи. Без конца лежит степь. Степь и степь. Сибирская. Беспредельная. Этот образ степи просто не дает мне покоя. Я задумал целую поэму. По этой степи бежит человек. Он вырвался на волю из-за строга. А воля это степь. Он бежит до истощения сил. Голодает. Холодает. И ничего нет, кроме снега и степи. Я лугами иду. Ветер свищет в лугах. Холодно, странничек. Холодно. Холодно, родименький. Холодно. Я лесами иду. Звери воют в лесах. Голодно, странничек. Голодно. Голодно, родименький. Голодно. Я в деревню. Мужик, ты тепло ли живешь? Холодно, странничек. Холодно. Холодно, родименький. Холодно. Я в другую. Мужик, хорошо ли ешь, пьешь? Голодно, странничек. Голодно. Голодно, родименький. Голодно. Я хвораю. Мой дом теперь постель. Мой мир две комнаты. Пока свежают одну, лежу в другой. Делать теперь нечего. Я пишу стихи. Сентябрь шумел, земля моя родная. Вся под дождем рыдала без конца. И черных птиц за мной летела стая, как будто бы почуяв мертвеца. И ветер мне гудел неумолимо. Зачем ты здесь, изнеженный поэт? Чего от нас ты хочешь? Мимо, мимо. Ты нам чужой. Тебе здесь дела нет. Меня берет некоторый страх. И чувство годливости приходит ко мне. Словно я гляжу на что-то скверное. А гляжу-то я на себя. Знаете, добролюбовь, Что скверно. У меня нет никакой силенки делать дело. Что это за отчаяние в себе? Что за жалобы? Вы любимейший русский поэт, представитель добрых начал в нашей поэзии. А что дела-то нет, это ведь только пустая отговорка. Есть вам дело, есть и применение ему, и успех есть. Я хлопочу с журналом, и поэтому нахожусь в недосужном и несколько усталом положении. Прочел до 800 писанных листов разных статей. Прочел 60 корректурных листов. Два раза переделывал один роман. Переделывал еще несколько статей в корректурах. Роль писателя есть прежде всего роль учителя и по возможности заступника за безгласных и приниженных. В нашей улице жизнь трудовая. Начинают ни свет, ни заря. Свой ужасный концерт припевая. Токари, резчики, слесаря. А в ответ им гремит мостовая. Дикий крик продавца мужика. И шарманка с пронзительным боем. И кондуктор с трубой войска. С барабанным идущей боем. Понуканье измученных кляч. Чуть живых, окровавленных, грязных. И детей раздирающий плач. На руках у старух безобразных. Некрасов был поэтом вдохновенным, искренним, смелым. Он научил поэзию таким речам, каких от нее прежде не слыхали. Многие из нас, в буквальном смысле слова, впервые из произведения Некрасова узнали о жизни народа. Он сразу становился любимейшим нашим поэтом, с которым уже не расставались ни в тюрьмах, ни в ссылке, ни на каторге. Болезнь моя делает заметные шаги вперед. Я кашлю каким-то сквернейшим, сухим, извинящим кашлем. Знаете, Чернышевский, жить для себя не всякий день хочется и стоит. И тогда приходит вопрос, зачем же жить? Душно, без счастья и воли, ночь бесконечно длинна. Буря бы грянула, что ли, чаша с краями полна. Грянь над пучиною моря, в поле, в лесу засвещи. Чашу вселенского горя всю расплещи. Вы просто хандриете. И главная причина хандры – мысль о расстроенном здоровье. Пожалуйста, постарайтесь укрепить свое здоровье. Оно нужно не для вас одних. Дорогой Чернышевский, уезжая в деревню, прошу вас, кроме участия вашего в разных отделах современника, принимать участие в самой редакции журнала и с ним передаю вам мой голос во всем, касающимся выбора и заказа материалов для журнала. «Современник идет хорошо. Думаю, что много в этом он обязан Чернышевскому». Направление современника, ставшее открыто революционным, смущало многих. Некрасова обвиняли в радикализме, погоне за дешевым успехом, если бы только враги, обвиняли друзья. Критика Добролюбовым романа накануне вызвала негодование Тургенева. «Убедительно тебя прошу, милый Некрасов, не печатать этой статьи. Она, кроме неприятностей, ничего мне принести не может. Она несправедлива и резка. Я не буду знать, куда бежать, если она напечатается. Пожалуйста, уважь мою просьбу. Я зайду к тебе, твой Тургенев». Любезный Тургенев, это письмо вынуждено неотступностью мысли о тебе. «Не могу думать, чтобы ты сердился на меня за то, что в современнике появлялись вещи, которые могли тебе не нравиться. Поставь себя на мое место, ты увидишь, что с такими людьми, как Чернышевский и Добролюбов, людьми честными и самостоятельными, сам бы ты действовал, то есть давал бы им свободу высказываться на их собственный страх». У Некрасова не было друга более близкого, чем Тургенев. Они дружили с юности. И вот разрыв. Ради того, чтобы «Современник» остался «Современником», самым смелым журналом эпохи. «Журнал «Современник» должен обратить на себя особенное внимание правительства. «Направлению, в котором он издается, должны быть положены преграды». Пути, утоптанные гладко, я пренебрег. Я шел своим путем. Со стороны блестителей порядка я, так сказать, был вечно под судом. Наконец стало тепло. На даче теперь живется с аппетитом. Пишу длинные стишища. Маскарадные оперные зали, За игрой у зеленых столов, В клубе, в думе, в манеже, на бале, Словом, в обществе всяких родов, В наслаждении, в труде и в покое, В блудном сыне, в почтенном отце Есть одно, угадайте, какое Выражение на русском лице. Нас безденежье всех уравняло, И великих, и малых людей, И на каждом челе начертало надпись, Где бы занять поскорей. Что, не так ли? Если старец и гриф, Чрезвычайно, Если юноша вешает нос, Оба, верьте мне, Думают тайно, Где бы денег занять? Вот вопрос, вот вопрос. Напряженно, тревожно, Каждый жаждет его разрешить, Но занять, говорят, Невозможно, Невозможнее долг получить. Господин Некрасов, Принимая во внимание, Что в стихотворении «Железная дорога» Сооружение Николаевской железной дороги Изображено как результат Притеснения народа, И сооружение железной дороги Вообще выставляется, Как бы сопровождаемым Тяжкими для рабочих последствиями, Объявить второе предостережение Журналу «Современник» В лице издателя-редактора Дворянина Николая Некрасова. Вы, господа, забыли, Что каждый писатель передает то, Что он глубоко прочувствовал. Мне выпало на долю с детства Видеть страдания русских людей От холода, голода И всяких жестокостей. Я утверждаю, Что никогда не брался за перо с мыслью, Что бы такое написать? Или как бы что написать позлее? Мысль, побуждение, Свободно возникавшее, Неотвязно преследуя, Наконец заставляла меня писать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok